Гитфа на связи! Сегодня я хотел бы рассказать вам про американский премиумный линкор Массачусетс. Почему именно сегодня? Да потому что после 088 я думаю, что у многих моих зрителей повышен интерес к премиумным кораблям за дублонов, которых ввезли очень много в Адмиралтейство, но самое главное, что туда добавили еще и купон, который дает скидку к приобретению таких кораблей. И потому я подумал, а почему бы не вспомнить про некоторые из прем кораблей, которые я бы может и не назвал бы самыми сильными, не назвал бы имбовыми, но тем не менее я бы точно мог бы сказать то, что они достойны вашего внимания. И если вдруг вам по какой-то причине, ну прям очень хочется приобрести себе прем корабль, я думаю, что один из таких кораблей вот в этой серии видео вам должен понравиться. Ну а начну я с Массачусетса, потому что все любят линкоры. Ну и я тоже признаюсь, их люблю, особенно если это активный, бодрый геймплей, в который Массачусетс может. На ночную я, наверное, с живучести. Тут все неоднозначно. С первого взгляда может показаться, что это обычный американский брат Норки и Алабамы. Но с другой стороны, если обратить внимание на неплохое ПТЗ, которое само по себе уже подкупает, и на то, что у этого корабля ремонтная команда перезаряжается очень быстро, то становится понятно, что живет линкор в активном геймплее под фокусом сравнительно неплохо. Да, конечно, это все не значит, что мы можем ловить торпеды пачками и танковать бортом вражеские линкоры. Ведь если говорить про цитадель, то она тут уязвима, как и у других его собратьев. Но с другой стороны, преимущество быстрой хилки и неплохого ПТЗ позволяет хотя бы немного смягчить ошибки, которые вы так или иначе будете совершать во время активного боевого столкновения. Зачем нам лезть на рожон, спросите вы? Но тут есть два маленьких нюанса. Первый из них негативный. Артиллерия данного линкора имеет минимальную дальность льбы, из-за чего вам будет весьма некомфортно в боях 10 уровня, когда противники будут предпочитать долгое время воевать на дистанции. Но с другой стороны, если нам удается сократить дистанцию боя до средней дистанции, то тогда мы сможем включить в бой свое ПМК. Оно тут, поверьте на слово, неплохое. Бьет далеко, имеет неплохую скорострельность, да и в принципе наносит высокий урон. Кстати, если говорить про остальные параметры артиллерии, то стоит отметить, что они плюс-минус такие же, как у собратьев Массачусетса. То есть может быть и не самый мощный фугасный залп, но если подловить противника, то 9 406-мм бронебойных снарядов наверняка нанесут ему критичный урон. Конечно же, также в Массачусетсе присутствует и другая характерная для американцев черта – неплохое ПВО. Тут в принципе, я думаю, даже нечего и добавить, оно тут реально хорошее. Ну и пару слов про маневренные качества. Они тут, с одной стороны, неплохие, если говорить про радиус циркуляции и про время перекладки рулей. То есть корабль относительно быстро реагирует на ваши действия. С другой стороны, максимальная скорость хода тут небольшая. Поэтому Массачусетс, так же как и Нью-Мексико или какой-нибудь Нью-Йорк, будет на поле боя небольшой бронированной, но очень медленной черепахой, на которой вам придется постараться подойти на комфортную дистанцию боя. Если говорить про мои перки, то я бы сейчас бы показал вот именно тот билд, что у вас на экране. Да, многие могут признать, что это скорее какой-то немецкий билд. Но я вас уверяю, Массачусетс по своему характеру и геймплей все-таки ближе к немецким линкорам, и потому американский классический кэп тут просто нафиг никому не нужен. Лучше прокачивать линкор в ПМК и наслаждаться бодрым, активным геймплеем. Но тут есть маленькое, ну, потому как усиленная огневая подготовка тут играет, ну, я скажу, наверное, не самую сильную роль. И при желании можно изменить либо на базовую огневую подготовку этот перк, либо на суперинтендант, ну, а на сдачу взять мастер-наводчика. Почему это стоит сделать? Да потому что при базовой огневой подготовке ваш ПМК начнет быть еще более страшным оружием, ну, а суперинтендант может понадобиться для того, чтобы спамить ремонтными командами, что, в принципе, Массачусетс делать может. Но только в этом случае вам будет на 20% сложнее подойти на комфортную дистанцию боя. Ну, а в плане модернизации, я думаю, даже тут останавливаться особо не на чем. То есть корабль затачиваем на максимальную живучесть именно на короткой дистанции и на максимальную живучесть и эффективность ПМК. Ну, а что из этого получится, мы можем узнать прямо сейчас, потому как ранговые бои сейчас проходят на восьмых уровнях. И так вот, я, конечно, понимаю, что это видео, возможно, и немного запоздало, ведь вот этот вот ранговый сезон, где прям восьмерки чувствуются крайне комфортно, практически окончен. Тем не менее, я практически уверен, что разработчики не прекратят делать такие вот события для обладателей их премиумной техники. И в будущем, я думаю, вот это видео возможно кому-нибудь сможет помочь, ответить на вопрос, стоит ли Массачусет с того, чтобы тратить на него купоны и накопленные дублоны или нет. Ну, и сделать это я, конечно, постараюсь вот в этом бою. Сыграть на ПМК... Сыграть в ПМК в активный геймплей, конечно, не всегда просто. И совсем не каждый бой получится нагибать на второстепенном вооружении. Тем не менее, иногда случаются крайне веселые бои. И, надеюсь, это будет один из них. Ну, а так как у нас скорости в корабле не так, чтобы сильно много, сыграем мы самое что ни на есть в лораж. И пройду я, наверное, сейчас, пока постреляю в простреле вот этого пролива точки Б. Ну, а потом отвалю немного в сторону С. О! О-о-о-о-о! Вот это уже интересней. Эдинбург, сорян. Назад, что ли, пятится? Так, ладно. Планы, видимо, у нас немного изменились. Смысл нам сейчас убегать от основной хеммассы противников, когда они у нас буквально под носом. Может, кормовая хоть перелетит? Перелетела. И неплохо так перелетела. Так-так-так-так-так-так. Лево-лево-лево-лево-лево-лево-лево-лево. Никаких нам встреч с островами в этом видео не надо. Потом же будут говорить, гидфанд, но... Не можешь даже на линкоре в островах залавировать. Так, эсминца нету. Ну, точнее, он пойдет. У нас пошел на центр. Да и терпес не пошел мне торпедировать. Неплохо. Интересно только, где крейсер. Мне бы вот этот был очень интересно узнать. Сыграем в футбол. И да, перекинули неплохо через... Через ворот. Прям в ворот попали. Все, конечно, ничего. Но нас, кажется, обходит. Лучше обходить по флангу. Две точки у них. Из агрессивных были только немного... Сыграем в футболе. Недальновидные союзники. Которые зашли и умерли. Так, 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 так. Эх! Слушайте, проскочил. Проскочил Магами. Жаль. Я сейчас покажу, в чем преимущество 460 миллиметров... 406, простите, миллиметровых, против 380. ПМК на ПМК. Здесь снарядов. В залпе бросаю побольше. Ладно. Что-то тоже пробить я не прут. Ни ему не прут, ни мне не прут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это вот неловко. Совсем не хотелось бы бортом танковать тут вражеские снаряды. Так, отступаем. Продолжаем отступать. Попутно давайте попробуем все-таки вон... По ногами отработать. Так, стоп. Опа! Опа, цитаделечка. Так, основной калибр есть, но это еще не победа. Так, терпила подставляется. Терпится, простите меня. А то помню, просили меня так меня называть. Терпится, но уж... Порой вырывается. Ну, это, конечно, он зря. А, потому что о магии не хотел борта поставить. Вот это да. В кое-то веки решили подставлять борта мне, а не союзнику, который... Который был рядышком со мной. Ладно. Пора разворачиваться. Не, пожалуй, вот тут вот. Вот этого, пожалуй, терпится будет побыстрее уничтожить. Пацаны, давайте фокус. Вот, и еще чуть-чуть. О, слушайте, и этого терпится. Да черт повели, ну как так получается? Просаживают одновременно два корабля. Это ведь может быть критично. Ладно, там чай догорит. Все отлично. Шик, блеск, красота. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. И вот они. Три фрага практически друг за дружкой. Ну ладно. Пора захватывать точки. Вовремя развернулся. И вот, кстати, вот тот самый момент. Я бы вот помог, помог своему союзнику. Помог бы Бисмарку. Говорю, Норка. Норка же ко мне бортом практически стоит. Ну как бы, как же в этой ситуации можно не отвесить ему цитадельечку. А вот все просто. Вы на Массачусетсе, и вам тупо не хватает радиуса действия. И вы вроде бы даже не на синей линии где-то находитесь. Практически вот в центре карты. А все равно, хрен там. Поучаствовать в боях на фланге может и не получиться. Так что, скорее всего, вот мы Бисмарка теряем. Вопрос только... О, не! Бисмарк смог дойти до Тарана. Так что, все, это конец, это победа. А Норке остается только гореть, что он не умеет стрелять. Как неожиданно. Мы-то и последний надежда команды. Ну, я думаю, тут все очевидно и понятно. Проиграть с Магами это будет сейчас сложновато. Опанца, привет. Тебя-то я и ждал. Что, неожиданно хочет торпедировать. Жаль, что у Магами-то не все в этом плане хорошо. Ну, или хорошо, в моем случае. В смысле, углы у него так себе. Так что, без какого-либо труда, риска и... Можно было бы, конечно, этот бой закончить более адреналиново. Но зачем, когда можно просто взять и победить, а? В итоге, то, что, скорее всего, будет интересовать вас больше всего. Сколько же в этом бою, по факту, настреляло мое ПМК? И стоит ли вот именно качать корабль именно в ПМК? И так вот, получается 150К. Из них всего-то 88 я нанес главного калибра. Все остальное идет вспомогательным. А то бишь, это пожары и вспомогательный калибр именно прямой урон. Без какого-либо инерционного взрывателя. В итоге, получается, как вы видите, 50 на 50. Ну, плюс-минус. Ладно, не совсем 50 на 50. Все-таки ГК преобладает. Тут все-таки были цитадельки. Тем не менее, имейте в виду, что Массачусетс, и это факт, сможет наносить урон даже тогда, когда выстреляете, ну, не так хорошо, как вам бы того хотелось. Потому как ПМК тут является вполне себе серьезным вооружением. И один только лишь этот факт того, что это ПМК-линкор в американской ветке, лично меня подкупает. Ну, и еще то, что тут есть немного читерная хилка, которая весьма удобно помогает переживать фокус, который ПМК-линкор, по идее, получает, ну, чуть ли не каждый бой. Ну, это все мое мнение. Оно может быть правильным, вы можете с ним соглашаться. Может быть, неправильным. И вы, опять же, вправе с ним не соглашаться. Но лучше давайте напишите в комментариях, чтобы мы точно понимали, сколько людей за то, что это отличный ПМК-линкор. А сколько людей против? Пишите в комментариях свои доводы, мнения. И это будет, я думаю, интересно не только мне. А также не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и, конечно же, активировать колокольчик, чтобы узнавать в числе первых о новых видео на моем канале. Ну и все. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.